Я хочу сказать о том, что пакет предлагаемых Министерством внутренних дел и Кабинетом министров законов это огромный шаг вперед в европейское будущее Украины. На сегодня у нас действует законодательство о милиции, принятое в 1991 году. Мы живем в советском законе о милиции. Проделана огромная работа для того, чтобы вынести пакет законов, которые смогут упорядочить работу милиции, сделать их по-настоящему европейскими. После принятия закона об органах внутренних дел и национальной полиции министр внутренних дел будет политической фигурой. Эти законы принимаются не аваковым ради аваковым. Эти законы принимаются для эффективного защиты правопорядка и будущего нашей страны. Для того, чтобы независимо от того, кто был министром, эта система работала для защиты интересов каждого гражданина. При этом я хочу также сказать, уважаемые депутаты, что если мы сейчас проголосуем за эти законы в первом чтении, а через несколько недель во втором чтении, это не значит, что на следующий день вся милиция поменяется. Это долгий процесс реформ, в результате которого каждый гражданин получит защиту. Каждый гражданин увидит, что сотрудник органов внутренних дел несет ответственность за свои действия, еще большую, чем каждый гражданин за свои. Я прошу все депутатские фракции и нефракционных депутатов поддержать данный законопроект в первом чтении, предложить свои правки и дополнения и принять в целом пакет законов в июне месяце, чтобы мы заработали в этом году так, чтобы к концу года милиция и каждый гражданин почувствовали изменения. Спасибо. Прошу перестать слово Антону Горощенко. Закон о национальной полиции, в отличие от советского закона о милиции, в деталях прописывают процедуры отношения работников внутренних дел с гражданами. Только один раздел, возможность применения силы или огнестрельного оружия, занимает 4-5 страниц. В деталях расписывают все возможности и все права. Я могу сказать, что этот закон снимет огромное количество мелких конфликтов, которые возникали между гражданами и органами милиции, основанными на том, что многие моменты были раньше прописаны в приказах, которые не были известны обществу. Я рекомендую всем депутатам народным, независимо от того, какого они находятся в комитете, ознакомиться перед вторым чтением закон о национальной полиции. Я рекомендую всем украинским гражданам, кто хочет проявить свое право и инициативы, также ознакомиться с этим законом и улучшить его до второго чтения. Но я могу сказать, что этот закон нужен Украине. И я благодарен всем депутатам и лидерам фракции, которые выступают в его поддержку. Украина должна жить по-новому. Спасибо. Спасибо.